Радио «Лемма» совместно с «Фрегат Аэро» проявили первый интерактивный радиомарафон «Listen to the World 2020». Поводом стал Всемирный день туризма. Среди слушателей разыгрывали сертификаты на путешествия, билеты на круизный лайнер и различные призы от партнеров. Ну, все очень просто. Мы так долго живем в ожидании чуда, в ожидании открытия границ. И с нашими партнерами, с нашими любимыми странами – это Япония, Корея, Тайвань, Сингапур, наш Приморский край – мы решили все-таки рассказать людям, что мы значительно ближе. И мы до сих пор друг с другом. И поэтому мы придумали этот проект. Благополучно сегодня он прошел, потому что мы все в какой-то наполненности, радости и энергии. Вот ради чего мы это делали? Для того, чтобы подарить людям надежду, подарить людям счастье, подарить людям те подарки, которые они выиграли. В честь знакового дня студию «Леммы» посетили представители туристических организаций Приморского края. Вместе с ними слушатели частоты 102 и 7 FM виртуально путешествовали по миру. Маршрут начался с Японии, затем странствие перекочевало в Тайвань, оттуда в Корею, Сингапур и завершилось в диких местах Приморья. Это было на самом деле очень живо, весело, замечательно. Благодарю от лица Японской национальной туристической организации, компанию «Фрегатайра» за такое мероприятие. Хоть не получилось провести это в традиционном формате, на улице, но тем не менее сделали все возможное. Провели интересное, я думаю, запоминающееся мероприятие для всех радиослушателей «Радио Лемма». Название тоже очень удачное дома, по-русски это можно перевести как «Прислушайся к миру». В ожидании открытия границ мы все слушаем мир, все ждем этого. Интерактивный марафон дал возможность посетить много разных городов за короткое время. В ходе разговоров гости обсуждали особенности и традиции каждой страны и делились профессиональными знаниями и советами на тему путешествий. Также затронули тему интересных мест Приморского края. Сейчас для туризма достаточно сложные времена, к сожалению, пока границы закрыты. И мы очень рады этой возможности лишний раз как-то выйти на контакт с жителями города, с любителями туризма, путешествий. И напомнить о том, что мир, конечно, скоро вернется и границы откроются. И мы будем рады, если путешественники выберут именно Тайвань как место своей следующей поездки. И сегодняшний радиомарафон дал нам возможность рассказать немного больше, познакомить дальневосточников с этим направлением. Надеюсь, что нам удалось заразить нашей любовью к этому месту и слушателей. И надеемся, что в ближайшее время мы увидим больше российских туристов на Тайване, когда границы будут открыты. К слову, компания «Фрегат Аэро» пять лет проводил фестиваль ярмарка туризма, который в этом году перерос в масштабный радиомарафон. Также в организации приняло участие агентство по туризму Приморского края и туристические организации разных стран АТР. Кирилл Самойлов, Стас Лазебный, Новости на Восьмом.